Всем привет! Наконец-то наступило лето, время отпусков! Я хочу поделиться своим опытом, как я храню зимние вещи, и этим способом можно не только хранить вещи, но и взять побольше вещей с собой в отпуск. Я купила вакуумные пакеты, цена за один пакет 1 евро. 5 важных правил хранения вещей в вакуумных пакетах. Я сейчас не про свои вещи, а про кучу сезонных вещей, которые занимают уйму места в гардеробе. Вакуумные пакеты – вот это чудесное изобретение, которое не только сохранит целостности, одеяло, подушки, домашний текстиль, теплые вещи и другую одежду, но и значительно сэкономит место на полках, потому что в вакуумных пакетах даже самые объемные вещи сдуваются. Пакет из очень прочного полиэтилена оснащен застежкой и клапаном для удаления воздуха. Откачивая воздух при помощи пылесоса или насоса, мы снижаем в пакете давление и создаем безвоздушное пространство. В вакууме замедляет процессы окисления, снижается теплопроводность и влагопоглощение. И как следствие исчезают необходимые условия для микроорганизмов, не говоря уже о плотяной моле. Основные преимущества – защита от пыли, сырости, насекомых, посторонних запахов и т.д. Прочность и долговечность. Вакуумные пакеты можно использовать многократно. Качественный пакет выполнен из плотного и эластичного материала, клапан надежно прилегает, а замок имеет несколько полос фиксации. Удобство и многофункциональность. Прозрачный пакет позволяет сразу понять, что именно в нем хранится. Достать вещи легко, просто открыть застежку. Экономия пространства. Вещи в вакуумном пакете займут до 70% меньше места, чем в обычном сложенном виде. Чистота и сухость. Вакуумные пакеты следует укладывать только чистые и хорошо высушенные вещи. Плесень в безвоздушном пространстве не заведется, но неприятный запах и запах так пропитает вещи, что вы от него не скоро избавитесь. Важно! Изделия из кожи и натурального меха нельзя хранить в вакуумных пакетах. Продуманная сортировка. Внимательно рассортируйте вещи по назначению и сезону. Детские отдельно от взрослых. Зимние к зимним, летние к летним и т.д. Комплект из одеяла и подушки, который предназначен для гостей и может периодически понадобиться. Лучше паковать отдельно. Кстати, гостевое постельное белье можно приложить туда же. Важно! Выбирайте размеры пакетов, исходя из мест их последующего хранения. Размер 50х60 на полках или в комоде. 100х80 см. Поместится в прикроватном ящике. Равномерная укладка. Вкладывайте вещи в мешок аккуратно, заполняя углы. Вещей должно быть столько, чтобы замок легко закрывался. Важно! Фурнитура. Замки, заклепки, пряжки, массивные пуговицы могут повредить пакет. Позаботьтесь о том, чтобы они были внутри сложных вещей. Либо прикройте их сверху. Герметизация. Сначала при помощи специальной клипсы закройте замок. Проведите клипсу. Несколько раз пошло, проверяя герметичность. Снимите крышку с клапана и слегка поверните, чтобы он открылся. Откачайте воздух в самом маломощном режиме. Как только воздух будет выкачан, а пакет существенно умеется, в размере годно завинтите крышку на клапане. Важно! Для лучшего хранения курток и пуховиков выкачивайте воздух наполовину. Одежду с натуральным пухом следует распаковать за 7-10 дней до носки, чтобы она успела разгладиться и принять форму на вешалке. Срок хранения. Практически все производители предупреждают, что вещи вакуумных пакетах без проветривания можно держать не более полугода. По истечению этого времени надо открыть пакет, вынуть вещи, проветрить и можно снова паковать. Для путешествий. Вакуумные пакеты небольшого размера подходят для компактной упаковки чемодана. Сжатый воздух позволит уменьшить объем изделий наполовину, а значит, настолько же увеличит количество дополнительной одежды, которую можно взять дорогу, учитывая, что вес в чемодане также получится больше, чем обычно. Важно! Откачивая воздух пылесосом, выберите режим с минимальной мощностью. Это позволит регулировать герметизацию, проводить ее равномерно и на выходе получить сверток ровной, аккуратной формы. Не переусердствуйте, 30 секунд вполне достаточно. Продолжение следует...